Здравствуйте, на красе! Меня зовут Анна Кравченко и вы на моем канале. Сегодня я отвечу на самый популярный вопрос, который мне задают, почему я не работаю ХНО. Итак, начнем. Во-первых, в чем преимущество ХНО с точки зрения маркетинга по сравнению с краской? Как заявляют многие производители, что ХНО это абсолютно натуральный препарат для окрашивания бровей, который кроме того, что хорошо окрашивает брови, еще и лечит волоски, кожу и так далее. То есть самое главное преимущество, что это абсолютно натуральный препарат. Больше никаких преимуществ нет. То есть с точки зрения окрашивания и краска, и ХНО может окрашивать кожу и волос одинаково сильно. Одинаково контрастно. Поэтому я сегодня не с точки зрения маркетинга расскажу, а с точки зрения доказательной химии, что натуральной ХНО для окрашивания бровей нет. Что это просто химический краситель. Это можно доказать основными тремя опытами. Первый опыт это просто сделать анализ PH среды. Мы уже с вами такое делали. Вы можете посмотреть на видео, где я мерила PH. С помощью PH метра. В чем основной смысл? В том, что хна натуральная вырабатывает свои дубильные окрашивающие вещества только в кислотной среде. Кислотная среда это то, что у нас меньше 7. А вообще хна хорошо работает и вырабатывает свои красящие вещества при PH 5, либо 5. Как мы с вами уже делали ранее опыты, мы увидели, что PH так называемой хны, которая продается у нас для бровей, около 9. То есть это PH обычного оксидационного красителя щелочной. То есть в щелочном красителе не может находиться у нас натуральный компонент, такой как хна, который делается из мести в лосонь. Это первый способ доказать, что там нет никаких натуральных компонентов. Второй способ можно провести просто в домашних условиях эксперимент. Как его можно сделать? Вот у меня есть хна для бровей и у меня есть натуральная, на самом деле натуральная хна, плюс здесь еще есть басма и лечебные травы для волос. Но ее по инструкции нужно заварить кипятком и оставить на 2 часа, для того, чтобы потом нанести на волосы. Она дает на волосках легкий рыжий эффект, но на коже она практически не остается при заваривании. Это реально натуральная хна. И теперь нам нужно сравнить натуральную хну и хна, которая продается у нас для бровей. Как это можно сделать? Эксперимент. Сначала нам нужен перекись водорода. Просто нужно, чтобы начал вырабатываться у нас свободный кислород и листья лавсонии, они не могут раствориться в холодном растворе и также на них не влияет свободный кислород. Дальше нам нужен будет уксус. Чуть-чуть. Добавляем уксус. Перекись. Сейчас мы добавим нашу натуральную хну. Вы видите, она похожа как листочки. Потому что лавсония – это куст. Здесь еще находится у нас басма. Для того, чтобы рыжий был не сильно красный. Ну, как пишет производитель. Добавили. И если мы сейчас добавим щелочь, потому что здесь у нас сейчас кислая среда, если мы сейчас добавим щелочь, то у нас, по идее, натуральные компоненты листья лавсонии, с ними ничего не должно произойти. То есть, крупинки должны остаться. Если же там есть парафиндинамин либо аминофенол, то у нас сразу пойдет растворение. То есть, для этого нам нужно щелочь, мы берем соду, добавляем в один. Сейчас сразу начинает реакция и во вторую. И теперь просто нам нужно это дело перемешать. Видите, где у меня натуральные листья, реакция идет, но цвета никакого не появляется. И вот эти темные крупинки, они точно так же остаются. Видите, крупинки у нас сразу же растворились и получился цвет. Это говорит о том, что здесь есть синтетические компоненты красителей. Скорее всего, парафиндинами. Ну и третий способ, конечно же, самый достоверный. То есть, если у вас стоит уже вопрос конкретно узнать, натуральный это продукт, который на самом-то деле позитивно влияет на волос и кожу, либо это просто синтетический продукт, у которого маркетинговый ход где-то снукавить, я бы даже сказала, обмануть потребителя. И это просто синтетический продукт. Вы можете сдать свою, так называемую, хну в лабораторию. Например, как это сделали мы. Есть химические лаборатории, куда сдаются образцы и проводится химический анализ, после которого выдаются такие свидетельства с формулами пока по каждому образцу. Самое интересное, что мы сдали три образца, совершенно разные по стоимости, от бюджетного до самого дорогого. И вывод химической лаборатории сказал о следующем. Подпись заведующего лаборатории о том, что в составе данных образцов присущие парафиндиламин, парафиниламин и изопропиловый амид, параталлодиамин. И я сначала прочитаю на украинском, потом переведу на русский, для русскоязычной аудитории. Еще и этаповыми компонентами синтетичных фарб для волося, а также забарбленные продукты взаимодействуют с их сполукой. То есть эти компоненты являются основой химических красок для волос. И важный момент. Согласно результатам проведенных исследований, заметных количеств порошков листьев лавсони или порошков шкиры волоського гориха, это ореха, да, то есть многие тоже пишут о том, что там есть волоський горих, нет в жодному изроски, нет ни в одном из образцов. То есть лабораторно доказано, что ни в одном образце хны, да, мы взяли самые популярные продукты на рынке, нет вообще ни листьев лавсони на никаких-либо натуральных компонентах. Соответственно, делаем вывод о том, что это просто химический краситель, который разводится водой. За счет чего он взаимодействует? За счет того, что парафиндегамин, там мы уже с вами говорили, если вы посмотрите предыдущие ролики, что такое парафиндегамин. Это самый активный красящий компонент, которому не нужно дополнительное тепло и дополнительный кислород для того, чтобы он вступил в реакцию. То есть ему достаточно воды. Многие наши мамы, бабушки еще давно красили укзовом, то есть это и есть парафиндегамин. В чем его опасность? В том, что парафиндегамин имеет токсичность 10 из 10 и он очень летучий. То есть когда вы берете сухой парафиндегамин и начинаете его смешивать, вы, соответственно, его вдыхаете. И это прежде всего опасность для специалиста. Почему, например, когда делают краситель, в лаборатории обязательно и смешивают, например, краски, красители, составы, даже весы. Имеют абсолютно такой герметичный шкаф, куда специалист засовывает руки и там уже делают в герметичной обстановке. Для того, чтобы не вдыхать. И где обязательно есть вытяжка. А если мы работаем с сухими порошками, соответственно, мы это все вдыхаем. И это объясняет тот факт, почему ни одна крупная фирма красок для волос не имеет сухие красители. Все красители жидкие, потому что в жидком состоянии парафиндегамин не настолько летучий. Как вывод скажу, что мы уже 6 лет на рынке с нашим продуктом, с нашей компанией, которая производит продукты для окрашивания бровей. И у меня очень много раз был соблазн сделать сухой краситель. Это очень легко. То есть не нужно никакие загустители, не нужна никакая фасовка. Ты просто взял, по сути, синтетические компоненты, их смешал и расфасовал в баночки. Но каждый раз я себе думаю, а как я себя буду чувствовать после того, когда специалисты будут вдыхать синтетические компоненты, тем более такие, как парафиндегамин, который вызывает рак кожи. И еще очень важный момент. Вы должны понимать, что у каждого продукта должна быть государственная регистрация. Мне присылают очень много документов, говорят, а ну посмотри, вы же есть государственная регистрация, если это говорит о России. Зайдите на сайт Роспотребнадзор, и вы увидите, что там нет ни одной хны для бровей. Есть Евразийский, так называемый, таможенный союз. И там есть у некоторых продуктов документы. Но почему-то, несмотря на то, что данные продукты производятся в России, документы идут с Бишкека. Поэтому у меня тоже возникают вопросы. Но самое главное, что у продукта, если вы работаете любым красящим продуктом, у него должна быть сертификация CPNP. Если у продукта нет сертификации CPNP, то вы сразу должны задуматься, стоит работать их данным продуктом, либо не стоит работать данным продуктом. Вот. И, соответственно, как вывод, почему я не работаю сухими красителями, почему я не работаю хной, потому что я считаю, что это небезопасно для моих специалистов, которые выполняют процедуры от 10 процедур в день до 20 процедур в день. И каждый раз они будут вдыхать данные компоненты. И, кроме того, как выявила лаборатория, как выявили исследования, там нет абсолютно никаких компонентов, которые бы ухаживали за кожей и за волосками. Итак, я надеюсь, я объяснила свою позицию, почему я не работаю с сухими красителями. И не забывайте отмечать меня в сториз, потому что самые активные отмечатели обязательно получат от меня красивые футболки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok